Я в прямом эфире, попробую сейчас написать тему. Внезапно этот эфир случился. Включить комментарии. Давайте я попробую это сделать. Привет всем, кто присоединился сейчас. Захотела я выйти в эфир после того, как написала пост о том, какое сейчас важное время, что нужно успеть сделать до начала 2020 года. Здравствуйте. Я сейчас попробую написать комментарий. Очень странно, почему-то они здесь пишутся. Даже не могу определиться. Выключить комментарии, выключить запросы, отмена. Не делается, не пишется комментарий. Ладно, озвучу тему так, кто хочет, посмотрит, пересмотрит. Я эфир сохраню. Если он сохранится, бывает, что технические сбои какие-то. Очень важную информацию хочу до вас донести. И проще, чем в прямой эфир, ну, наверное, ничего не придумаешь. Сторис 15-секундный, пост вот такой километровый писать и читать, да, времени нет никому. Поэтому я вам хочу сказать, сейчас очень важное время. Даже если у вас какие-то дела сейчас, и кажется, что вы ничего не успеваете, хочется до Нового года какие-то дела сделать, да, у вас, ну, бывают такие какие-то планки вы ставите себе и вот нужно сделать. Это хорошо, такой настрой обязательно нужен. Но не пренебрегайте, не пренебрегайте вот этими простыми правилами. Потому что, когда мы гонимся за какими-то делами, мы убиваем свою энергию. А без энергии мы ничего не можем сделать. Я очень хочу донести до вас эту мысль, потому что это я обычно доношу участникам игры «Привет, Сирена», поэтому у них желания исполняются, да. Но сейчас всем, кто в эфире, я хочу вот конкретно донести вот эту одну мысль. Да, мы много, да, с чем работаем. Сейчас, даже вот если это одно понять, очень многое может поменяться в вашей жизни. Потому что отсюда и настрой, отсюда и энергия. Я вам говорила, что ваши желания, они должны давать энергию, а не забирать ее, да. Когда мы загадываем что-то и хотим что-то получить, и как только вы чувствуете, что настроение у вас от этого желания портится, потому что это желание никак не может прийти в вашу жизнь, это вообще первый и главный звоночек того, что нужно что-то делать со своим состоянием. Иначе это желание так и останется мечтой, так скажем. Поэтому, еще раз повторяю, сейчас очень важное время, ноябрь, особенно декабрь. В ноябре сделать это проще, потому что декабрь совсем суетной, и там, правда, нужно готовиться к празднику, и подарки покупать, и настроение уже такое, он как бы способствует, да. Что нужно сделать? Выбрать, пожалуйста, один день для того, чтобы настроиться на Новый год. Не на праздник, я имею в виду, а на Новый весь текущий год, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы везение, да, к себе там привлекать, чтобы энергетически быть правильно настроенным, и встретить праздник именно вот в таком заряде. Поэтому выберите один день, сядьте и отпустите, это первое, что нужно сделать, все, что вы сейчас в свою жизнь пытаетесь привлечь. Именно этим, да, мы занимаемся с участниками игры «Привет вселенная», но если кто-то не принимал участие, да, я вам сейчас рассказываю. Отпустить – это вот полдела. Отпустить – это полдела. Не привязываться к этому. Вот это, знаете, как дверь, когда ты натягиваешь, натягиваешь, и на себя натягиваешь, а потом отпускаешь, что с ней происходит физически? Она вот так вот раз от стенки, и потом сама к тебе вот так приходит. Ну вот это так работает. Вот ты, я не знаю, на всех уровнях закона притяжения, вот всего чего угодно, ну просто таким образом работает. Зачастую бывает, что желание приходит в нашу жизнь, а уже не надо, я уже загадывала это, а уже не надо. Как только отпустила, оно к тебе пришло. Потому что ты очень много сил и энергии вложил, и держишь его. И вот придумал, особенно бывает, да, когда придумываешь себе что-то, что оно должно исполниться вот так, вот так и вот так. Любим мы очень планы себе, да, вот эти все построить. Поэтому не нужно себе строить никаких планов. Вы четко знаете, что вы сделали все для того, чтобы получить вот это, вот это, вот это. Просто отпустите немножко. И просто дайте себе время определенное, что я вернусь к этому в феврале, допустим. И отпустите, отпустите просто то, что вы так давно к себе притягиваете. Проще отпустить, когда ты себе дату определенную, да, сделал. Допустим, подруга у меня, у нее, она развелась, у нее двое детей. Девочке полтора годика было, старше ей пять-шесть лет. И мы с ней разговаривали, она говорит, ну не могу я отпустить, ну как, я с двумя детьми просто, я не найду себе никого, Лиля. Я с ней быстренько это желание проработала, она, кстати, тоже играла в мою игру. Я говорю, тебе зачем ты, я тебе и так все рассказываю. Она говорит, нет, я хочу системно. И ей она помогла тоже. И она отпустила каким образом? Я говорю, давай так, найдешь ты себе мужика, давай до марта просто отпустим эту тему. Ты уже скоро вот с ума сойдешь, просто до марта давай. А в марте мы с тобой вернемся и прям продумаем план, прям четкий план действий. И она говорит, давай. Она так устала уже от этого, что она легко это отпустила, но с моментиком, да, с такой оговорочкой, что в феврале, в марте она насядет на меня, на себя и снова вернется к этой теме. И прям реально отпустила. И она Новый год встречала с мужчиной. Вот я вам клянусь, это просто, это так работает, понимаете? Она настроилась, отпустила, и все у нее получилось, и все к ней пришло. Она просто начала замечать вокруг, что происходит. И он вот прям просто влился в ее жизнь. Это бывший коллега с ее прошлой работы. Так сложились обстоятельства, и она была такая легкая, и вот, ну, просто так сложились обстоятельства, да. Оказались в нужное время, в нужном месте. Почитаю ваши комментарии. Кстати, сейчас вы можете задать мне любой вопрос, если у вас есть какая-то ситуация, и я вам помогу, вот, допустим, либо отпустить ее, либо страх какой-то побороть. Вот прям сейчас, в прямом эфире. Только пишите конкретней. Так. Настроения не было, смотрю прямой эфир, так приятно стало. Спасибо. Серьезно? Звук плохой? Странно. У меня, как обычно, все. Так, со звуком, да? Проблема. Ну-ка, напишите. Есть звук? Боюсь поменять работу, но понимаю, что... Боюсь поменять работу, но понимаю, что 11-й год на одном месте засиделась. Боитесь поменять работу. Страх – это нормальный звук. Отлично. Спасибо. Страх – это то, что нам мешает, это, да, это все знают, я здесь Америку не открываю. Как же его побороть? Как же с ним бороться? Надо просто понять, да, что... Что ты теряешь? Очень многие привязываются к... Как это слово забыла? Ну, вот к тем обстоятельствам, которые у тебя есть, да. Вот ты ценишь то, что имеешь, да, и у тебя, допустим, какой-то кредит, у тебя все четко распланировано. Ты боишься попробовать, да, опять же, поменять работу, ну, понимая, что 11-й год, ты на одном месте, да, и ты боишься это сделать, потому что какие-то обязательства есть перед детьми, да, там еще какие-то моменты. Это зависит только от вас. Что бы вы не прочитали, что бы я сейчас не сказала, что бы вот как бы вас кто-то не вдохновил, вот пока вы механически не станете пробовать что-то для того, чтобы поменять, ничего не произойдет. Ничего не произойдет. Очень помогает вторую работу дополнительную найти, ту, которую хочешь, и совмещать две работы вместе. Да, потребуется очень много времени на то, чтобы там, ну, не разорвешься, да, но тем не менее, это уже другой круг общения, это уже другие знакомства, это уже другая немножко жизнь. И ты чуть-чуть как бы вырвался из такого привычного тебе круга, да, вот встал на работу, вернулся, ужин приготовил, детей уложил спать, проснулся, опять в садик отвел, на работу, вот ты из этого круга как бы выходишь. Поэтому добавлять в свою жизнь максимум занятий, вот разных всяких, иногда даже бывает, сходите на танцы, запишитесь просто на танцы, ты думаешь, я не хочу на танцы, у меня проблемы, у меня работа не идет, денег нет, какие мне нафиг танцы. Но это переключает вас в вашу привычную энергию, да, которая вот есть, вот пластики у вас складываются, да, вот внутри, и вы привыкли к этому. Когда вы добавляете какой-то другой пластик туда, то вот эти, они уже как бы расходятся внутри вас, ну, вот примерно вот так вот могу объяснить, да, и сами того не подозревая, вы какую-то новизну в свою жизнь приводите. Вот невозможно привести конкретный пример, потому что у всех это по-разному. Я сто раз рассказывала, да, свою историю про маму, которая купила квартиру, к ней вышел сосед на лестничной площадке и говорил, и говорит, ты не хочешь переехать в соседнюю, она побольше, а ты мне отдашь свою, мне нужно стенку прорубить и твою квартиру взять. Ну, кто же мог подумать, что квартира к маме моей побольше придет вот таким способом, ей просто ее подарят, попросят обменяться. Крутой, богатый чувак, так сложились обстоятельства. Понимаете, невозможно придумать, поэтому отпускаем, вводим в свою жизнь что-то новенькое, да, но сейчас я повторю, очень важное время, энергетичное такое, энергетическое, да, перед Новым Годом. Обязательно нужно в этот период принять решения какие-то важные для себя, если вы в чем-то сомневались, вот прям примите решение, чтобы в Новом Году у вас эта кабала за вами не тянулась. То есть вы приняли решение попробовать, допустим, и поехали, все, решение принято, да, довели дело до конца. Окружение, обязательно. Я перед каждым Новым Годом, вот так вот беру просто телефон и смотрю все-все-все-все-все контакты и удаляю просто из своей жизни, да, ненужные. Я же прям легче дышать становится. Новый Год я встречаю, вот, поднимаю свой бокал за новые знакомства, да, за новые какие-то события приятные в моей жизни, а это все остается. Обязательно читать свое окружение и оставлять все в уходящем году. Пересмотреть все свои аспекты жизни очень полезно сейчас, вот, ноябрь-декабрь, пересмотреть и, возможно, придумать себе какую-то новую деятельность, да, которую ты попробуешь в Новом Году. Во-первых, эта мысль будет очень сильно вас греть, что вот в Новом Году я буду заниматься вот этим вот этим, допустим, там, не знаю, купить холст и просто рисовать. Душа требует, я не знаю, давно хотела вот просто купить холст, да, допустим, и вот творить краски эти масляные, вот это все вот делать-делать. Просто захотелось, да, такое желание. Все, сейчас все узнавайте, готовьтесь, а с Нового Года начинайте. Это очень полезно для вас. Все эти дела, они приводят вас к чему-то большому. Как исполнить большое желание, на которое нет средств? Во-первых, забыть про средства. Желания исполняются самым невероятным образом. Самым невероятным образом. Таких примеров очень много. Вспомните даже те желания, которые у вас уже исполнились. Каким образом они пришли в вашу жизнь? Вы расписали себе планы, а не по плану к вам пришли? Скорее всего, нет. Они случились как-то вот с кем-то познакомилась, что-то услышала, как-то раз, и вот в один день все произошло. Расскажу, да, допустим, свою историю в Инстаграм. Я хотела, чтобы, допустим, мое видео, которое я снимаю, чтобы оно вот распространилось там, не знаю, по всему Инстаграму и так далее. И вот мне хотелось какое-то вот привлечь внимание, да, к своей странице, так как я блогер. Это мне очень было нужно и сейчас нужно, да, всем блогерам это нужно. И я не знала, как это делать, но я знаю, как загадывать желания. Я в игре «Привет вселенная» вас этому учу, и я же делаю то же самое. Вот 17 ноября через две недели набор приходят новые участники, и я буду рассказывать, как это делать. И делаю то же самое. Так вот, я все это дело принимаю, делаю, что нужны техники определенные, да, расслабляюсь, отпускаю, правильно, как я учу вас, да, этому. И тут проходит время, я не знаю, ну, у меня такое желание всегда, да, чтобы, допустим, ролик какой-то там стрельнул, стал популярным и так далее. Я уже не помню, сколько времени проходит, но чувствую, что что-то происходит. В директ мне сыпятся от вас сообщения, Лиля, твой ролик, где ты отправила родителей за границу отдыхать, он вот на паблике. Один отправил, у меня директ просто тр-р-р-р, и все мне присылают, что твое видео взяли, твое видео взяли. Я думаю, так, кто-то в мое видео берет, интересно. И смотрю, это один видеопаблик, второй, третий. Я сначала как, ну, напишу, укажите там мою страницу, что там все-таки я снимала, я автор, ну, как бы так. А потом поняла, что это все видеопаблики. Есть такой, да, один, допустим, 10 миллионов подписчиков в паблик, он берет видео, и все мелкие, там, по 3, по 5 миллионов, по 1,5 миллиона, по 700 тысяч подписчиков, они все его разбирают и называют по-разному. Так вот этот мой ролик, он просто разошелся по всему интернету, и, представляете, меня даже на улице начали узнавать, сказать, это вы родителям путевки купили? Я говорю, ну вот, она пришла популярность. Девочка даже, которая приходила на съемку в моих клипах, в видеороликах сниматься, она говорит, я вас где-то видела. Ну, я ей показываю Инстаграм, и я уже знаю, что, скорее всего, из этого ролика, и она говорит, точно. И вы знаете, я своим родителям купила путевку. То есть это все разошлось, это так еще по-доброму получилось. Вот таким образом это случилось. Ну, кто же знал, да, что так произойдет? Этот ролик я вообще сняла, вышла из метро. Мама прислала мне на WhatsApp видео, где она в слезах, в соплях, моя мама, мне присылает такое. Я стою на них, смотрю, она говорит, Лиленька, доченька, спасибо тебе большое, это просто... Папа стоит вот так вот на море первый раз, за 30 лет выехали. Представляете, годовщина у них. И я очень хотела подарить им путевку. Меня, когда пригласили в Турцию и заплатили гонорар, весь этот гонорар я просто потратила на путевки, на там чуть больший, да, первоначальный взнос. И отправила их. И это было мое тоже желание. Я записала вот это видео возле метро. Вот так вот просто беру телефон и говорю, что, блин, мама прислала видео, родители никогда не были за границей. И просто за 3 секунды выложила его в ленту, поделилась с вами. И вот он набрал вот такую популярность дикую, да. Хотя когда я, допустим, делаю какие-то ролики и планирую, чтобы они там как-то популярными стали, но не получается. Поэтому я включаю голову в плане, да, не то, что голову, там, разум и как-то структурированный планирую все. Нет. Я, наоборот, вспоминаю про свои же техники, которые вам даю в игре. Мне даже Антон иногда говорит. У меня же человек тоже живой, да, могу тоже попереживать, там, понервничать что-то. Потом мне Антон уже психонет и говорит, Лин, поиграй в игру свою лучше. Я говорю, точно. Ладно, все, собираемся, настраиваемся и запускаем. Потому что это самое главное. Так, почему не получается зарабатывать? Как будто блок стоит какой-то, руки опускаются. Пробую, там-сям складываются, но не идет. У вас в голове сейчас стоит то, что вы написали. Ничего не складывается, какой-то блок, ничего не идет. Выдыхаем, садимся, прописываем прямо на бумаге, проговариваем, как угодно. На бумаге просто как-то проще. Ты это все высказываешь, прописываешь механически, оно просто вдвойне укладывается у тебя в голове, только поэтому. И прописываешь себе, так, стоп, хватит. У меня все складывается. Что там было, не знаю, какие-то там звезды не так сошлись, да. У меня все складывается. Ко мне приходит везение. Я нахожу какой-то способ заработка. Он просто сваливается на мою голову. Я не знаю, откуда он приходит. Мне все равно вообще, откуда он придет. Но он ко мне приходит, и я наконец-то начинаю зарабатывать деньги. Вот так нужно примерно остановиться. Вот так вот настроиться. Это называется даже так. Остановиться. И переключиться. Так можно делать в абсолютно любой ситуации. Деньги, любовь или что-то еще. Остановить нужно. У вас мозг уже до такой степени, он начал уже привыкать к тому, что вы сейчас написали. Блок стоит, руки опускаются, денег нет, ничего не складывается. Все. Мозг привыкает. Срочно остановитесь, срочно остановитесь. Впереди Новый год. Новый год успешный. Счастливый наконец-то для вас. Все обязательно получится. Вот правда, если вы поверите, все обязательно получится. Вот как настроишься, так оно и будет. Трясутся ноги у тебя перед тем, как перепрыгнуть через что-то. Ты обязательно споткнешься и свалишься там в эту яму. Если ты только вот соберешь свои силы, вот как вот в фильме про Бэтмена, когда ему нужно было вылезти из вот этой ямы. Вот это даже вот в фильмах, это везде. Это же не просто так берется в сюжет. Это все случается так в жизни. Поэтому и в фильмах, в сюжетах, в фильмах это все вводят. Вот привязывали к нему веревку, ему нужно было перепрыгнуть, чтобы вылезти из этой ямы. И веревка как страховка. Просто если страховки не будет, он разобьется. И он снимает эту веревку, все на него смотрят и подумали, все, капец. А у него были, ну да, он собрался, выкинул эту страховку в качестве веревки. И вот просто понимал, что сейчас оборвется либо его жизнь, либо он вот перепрыгнет через вот эту, на другую сторону. И все, и он перепрыгнул. Он перепрыгнул, потому что, извините, другого, ну просто ему не хотелось спрощаться со своей жизнью. У него получилось. Поэтому все страховки убираем, все из головы выкидываем, настраиваемся. Я вам обещаю, у вас все получится. Правда, это работает. Вот поверьте, если себе не верите, мне поверьте. И потом, как тысячи людей, напишите мне в директ о том, что да, получилось ли. Лиль, вот все участники игры, я каждый день получаю, я не могу, если бы я каждый день выкладывала отзывы, которые я получаю, вы бы у меня в сторис видели одни отзывы, просто одни отзывы. Сегодня девочка мне скинула из Таиланда, говорит, Лиль, я загадывала у тебя в игре просто уехать жить в Таиланд. Нашлась работа, нашлось жилье, я здесь, черная, одни эти глаза и зубы. Она говорит, ну я счастливая, капец, все получилось, все легко, работала менеджером или бухгалтером в банке, в Сбербанке, представляете? И просто вот так все получилось. Вот у нее в игре «Привет вселенная» получилось это сделать. Не с первого раза, не с первого раза. Это же не волшебство какое-то, да, это перенастройка. И игра «Привет вселенная», она не дает одно желание, просто вот загадали, и оно как-то исполнилось. Оно исполняет все желания, потому что ты становишься другим человеком. Вот даже посмотрите те, кто не был успешным и потом стал успешным, это другие люди. У них как будто жизнь разделяется на до и после. Переоценить ситуации, пересмотреть, каких-то набраться уверенности, да, какой-то, то есть, еще раз повторюсь, очень важное время сейчас перед Новым Годом, и сейчас эта настройка просто необходима. То есть мы принимаем решение, да, доводим дело до конца, смотрим наше окружение, убираем весь негатив, который есть, потому что они отравляют вашу жизнь, больше ничего они вам не приносят. Расписываем план, обязательно, что нужно сделать, какие дела прям запланировать в ближайшие месяцы. Отпускаем наше желание, даем себе срок потом об этом подумать в феврале, где-нибудь в январе, лучше в феврале, да, я вернусь к этому желанию, к этому своему моменту, да, но сейчас я сделала все для того, чтобы оно просто пришло в мою жизнь, я заслужила этого. Отпускаем. То есть даете себе определенный срок, так просто проще отпустить, и благодарите. Техника благодарности, она удивительным образом работает. Вот как вода, переходник, да, такой, проводник точнее, вода, когда, допустим, почему говорят, во время еды не нужно ругаться, там, да, и с любовью принимать пищу, потому что она заряжается от нас. Я сейчас не буду говорить про заряжение воды, хочу, чтобы вы просто правильно меня поняли, да, энергия тоже человек из воды состоит, вот если на него наорать, у него аж прям вот иногда в груди аж болит, да, от чего, потому что ты слышишь обидные слова, и твое тело, оно принимает вот эту вот форму, принимает близко к сердцу все это, и плохо, да, иногда аж руки холодеют, да, какой-то, когда страх. Человек же реагирует на все. Вот точно так же, мои любименькие, пожалуйста, помните, что точно так же ваш организм реагирует на хорошее. Как только вы отловили хорошую позитивную эмоцию, к вам обязательно какая-нибудь вкусняшка прилетит в виде какого-нибудь знакомства или какого-нибудь предложеница интересного, как только вы излучаете какое-то счастье, да, счастье в любом, миленькие мои, пожалуйста, запомните, не только в деньгах счастье, как только вы это отследите, и деньги к вам будут приходить, очень важно ценить именно жизнь. И когда вам больно, плохо и очень-очень-очень вам страшно, возможно, от того, что ничего не получается, именно в этот момент нужно благодарить очень сильно вот все, за что ты имеешь, просто элементарно за то, что ты живешь. Улыбайтесь чаще, радуйтесь чаще, и тогда к вам больше будет приходить того, что вы излучаете. Излучайте больше радости, излучайте больше счастья, и получайте это втройне, в пятерне. Как только, вам станет проще, когда вы начнете отслеживать вот этот возврат, вот этот откат, да, вам будет проще. Почему я постоянно на позитиве? Почему я все время улыбаюсь? Это не потому, что я там, надо поулыбаться, чтобы ко мне что-то пришло хорошее. Оно на автомате уже. Это мне в обратку уже прилетает, и, конечно, я переживаю тоже. У меня есть желание, я, как, знаете, интуитивно начинаешь, там, раз что-нибудь испугался, потом раз что-нибудь, там, подумал-надумал, все, я сажусь, говорю себе, стоп, да, вот как сейчас рассказывала, как участники игры делают. Опять же, есть участники игры, которые, допустим, получают сразу то, что они хотят, они моментально переключаются. А есть те, которые, почему они приходят второй раз, третий раз, да, у них раз меняется что-то, но им нужна вот эта обратная связь. В игре «Привет вселенная» я вот с каждым работаю, да, и раз как-то вот, ну вот с каждым. Желание, опять же, одинаковое, допустим, выйти, познакомиться с мужчиной, да, найти любовь мечты. Вот с одним нужно вот так проработать, потому что этот человек хочет уехать в Америку, и жить там, и любовь в своей жизни он использует как вариант переезда в Америку. Я говорю, слушай, твое желание вообще другое, ты хочешь уехать и жить там, почему ты через мужика это видишь? Ну, потому что это там выходишь, там, и так далее, из-за границы, там, и это один из вариантов. Все, срочно мы желание меняем. Нельзя путать энергию любви, энергию денег, и если это все у тебя путается, то, во-первых, плачевные какие-то события могут приходить в жизнь, потому что жизнь показывает тебе, что не туда идешь носиком, тюк-тюк, да, тебя, а ты не понимаешь, ломишься, как на пролом, да, как слон, и все сбиваешь на своем пути. Нет, обязательно, если что-то случается, вы, во-первых, посмотрите, что вы делаете, чего вы хотите на самом деле, любви или переехать в Америку, денег вы хотите, или замуж вы хотите, любви вы хотите, либо чтобы муж вас обеспечивал, значит, вы хотите денег, значит, надо смотреть в сторону реализации себя. Очень важно разобраться в себе, это просто основное, что нужно сделать, разобраться в том, что ты хочешь. Сейчас такое время, сейчас такое именно время, до Нового года нужно разобраться в себе, разобраться в своих желаниях. 17 ноября начнется игра «Привет вселенной», вы можете прийти в игру. 500 рублей стоит игра, это, ну, минимум для того, чтобы просто попробовать сделать это, да, допустим, если вы не можете самостоятельно это сделать. Очень важно помнить про технику благодарности. Сесть и просто прописать за все, даже за плохое. Я очень много раз благодарила своего мужа за то, что он у меня украл ребенка. Он сделал меня сильной, он сделал меня той, какая я сейчас есть. Я была совершенно другим человеком. Я была просто добрая и позитивная. Я была просто добрая и позитивная. Сейчас есть целеустремление, сейчас есть вот этот порядок действий, да, я готова к бою всегда, я готова помогать людям, потому что у меня есть сострадание к людям, которые тоже хотят просто элементарного счастья. Я их понимаю, я готова им помогать. Так и родилась, кстати, игра «Привет вселенная», когда я вот выходила в прямой эфир, помните, да, один за одним вопросом мы разбирали, а потом подумала, ну как же все сделать, как же вот собрать все в одну кучу и вот с каждым лично общаться. И вот таким образом появилась игра «Привет вселенной», которую я обожаю, и вы ее очень любите, и она очень вам помогает. И это классно, что есть такой инструмент у нас, да, с вами. Продолжаю отвечать на ваши вопросы. Хочу второго ребенка, но нет мужчины рядом, вдвоем с сыном живем. Продолжайте, продолжайте думать об этом, планировать это. Обязательно найдется мужчина, от которого вы хотите родить второго ребенка, обязательно это случится. Только еще такой моментик есть, когда мы чего-то очень сильно хотим, мы немножко торопимся. Вот в этих моментах вообще торопиться нельзя, и можно себя проверять. Допустим, появился какой-то мужчина, и вы говорите себе, пусть что-то такое случится, что проверит мои отношения с мужчиной. И если это случается, и, допустим, он вам изменяет, то благодарите. И введите это как возможность найти другого нормального мужчины, а не так, что, опять же, в игре предселенная, мы настраиваемся, женщина несчастна, со своим мужем живет, да, и, ну, непонятно как, и чего-то счастья нет, и хочет найти, действительно, стать счастливой, да, стоять как женщина и счастливую семью в итоге, да, завести. И потом пишет, я узнала, что он мне изменил, капец, я хотела счастья, а тут узнала, что он мне изменил, он от меня уходит, слушай, ну, ты хотела счастья, ну, получай, если он уходит, значит, готовься к тому, что придет другой мужчина, так же с работой, я хотела работу, меня уволили, что делать? Так, блин, если ты сама не можешь набраться смелости, уволиться, тебя уволили, все, наступает новая жизнь. Как ты новое платье примеришь, пока старое с себя не снимешь? Как это ты сделаешь? Не бойтесь никогда перемен, благодарите за плохое, как вам кажется, благодарите за плохое и понимаете, что все складывается самым наилучшим образом. Я пока не понимаю, к чему это, но все складывается для меня самым наилучшим образом. Да, это так, поэтому я принимаю это и жду перемен. Это только все к лучшему, все складывается самым наилучшим образом. Вот это настрой, вот это импульс, вот это энергия, которую вы излучаете, вы это и притянете в свою жизнь. Боюсь доверять парням, большой страх снова быть обманутой. Ну, после того, как муж у меня хотел упечь в психушку, потом в тюрьму, как вы думаете, я могла доверять другим мужчинам? Это только вот этот индивид, понимаете? Это только он. Другой человек может оказаться вообще еще хуже. Третий может быть лучше вообще всех на планете. Каждый человек, он индивидуальный, поэтому не нужно равнять всех под вот какого-то мудака или наоборот этот прекрасный парень, и это будет точно таким же. Да все разные, все разные. Просто конкретно проверяйте этого. Проверять обязательно. Всегда какие-нибудь испытаницы можно им придумать, попросить внезапно, я не знаю, там, приехать, забыла ключи, сама разберешься или там я занят. Ну, окей, ну, я поняла тебя, да, и вот таким образом проверяешь, проверяешь и проверяешь всех этих парней, кандидатов в свою счастливую семейную жизнь. Поэтому не нужно бояться быть обманутой. Кто тебя обманет, если ты дело на контроле держишь, да, ты проверяешь, ты четко следишь за ситуацией, и не перекладываешь опыт свой прошлый, да, с конкретного человека на другого. Конкретного проверяешь, в конкретных делах. Тревожусь от переезда в Москву. Боюсь, что ничего не получится. Как быть? Здравствуйте. Я не думала ничего, что у меня здесь получится. Я просто переехала. Но переехала спустя три месяца, как здесь пожила. Я посмотрела на город, я посмотрела, как здесь живут люди, энергетику, да, я сейчас имею в виду. Что здесь происходит? Я не понимала, что такое Москва, город возможностей. Я прям подходила и спрашивала тем, кто здесь живет, что это значит. Мне что-то объясняли, я не понимала, пока я это не прочувствовала. Если вы хотите переехать в какой-то город или в какую-то страну, вы приедьте туда и поживите. Но не так, знаете, как вот в отеле на недельку съездили. Это все равно жизнь туриста. Вы поживите прям вот как житель этого города или там какой-то страны, да. Как здесь, что здесь. И вы в процессе поймете, если вас затягивает туда, это касается любой темы, если вас куда-то затягивает, то вам там место уже уготовлено. И у вас не может не получиться. Все сложится так, как вам нужно, потому что вас не зря туда тянет. Есть мужчина, два года встречаемся уже, хотя сами уже не дети. 34-36 лет говорим о сваде, но у меня все сжимается страха при мысли о потере свободы, что ли. Не знаю, что это может привычка. Как мы любим себе надумать все, все, что хотим. Вот особенно плохого какого-нибудь надумать. Ой, как мы это любим. Нет, что просто о чем-нибудь хорошем подумать, да. Мы думаем, блин, я лишусь свободы. Да как развелись, так и, вернее, сошлись, так и разведетесь, если надо будет. Главное, это человек, с которым ты живешь. И даже не вот этот штамп в паспорте, да. Он ничего, по сути, не меняет. Вот мы с Антоном, вот мы с Антоном 6 лет вместе. Он мне сделал предложение. И нам сейчас нужно сыграть свадьбу. Она будет однозначно. Вот, но до этого мы как-то, не знаю, даже вот сейчас мы обсуждаем эту тему. Ну, что есть этот штамп в паспорте, что нет. Я сейчас не говорю, да, и не буду спорить вообще на эту тему. Я не могу сказать точно, как я там к этому отношусь. Ну, просто суть одна. Суть одна. Даже те, кто считает, что это важно, и те, кто считает, что это абсолютно не важно, суть в них одна. Они все хотят счастливых отношений. И дай Бог, чтобы у тех и у других просто счастье было в семье. И думайте только об этом. Хорошо? Это же самое главное. Поэтому больше ни про что не думайте. Захотите быть свободной. Возможно, вы тот человек, который просто хочет свободу. Он не хочет детей, он не хочет мужа, он хочет только себя и любит только себя, и он счастлив. Возможно, вы такой человек. Если вы счастливы, то у вас все прекрасно. Никто не говорит, что правильно родить троих, что выйти замуж в 19, что жить вот так и ходить туда на работу. Никто так не говорит. К себе прислушайтесь. Какой вы человек? Чего вы хотите? Пробуйте так, пробуйте вот так. И останавливайтесь на том, где вам хорошо. Интуиция вас не подведет. 500 рублей стоит игра, символическая стоимость и участники. Спасибо большое, пишет в комментариях. Вот. Две недели мы с участниками настраиваемся. И, ну да, это символическая стоимость. Уже полтора года идет игра, и все думают, участники, когда приходят второй и третий раз. Я спрошу, зачем вы приходите второй раз? Ну, в игре настраиваешься, с тобой общаешься, и потом как-то вот приходит больше везения, что ли. Говорю, да это везение приходит, потому что вы становитесь другими, и вам кажется, что это везение, а это просто ваша работа вот эта над собой. И все. Ну, в общем, приходят и спрашивают каждый раз, не изменилась ли цена? Да не будет она меняться. Ребят, у меня совершенно другой заработок, это мое хобби, это мой образ жизни. Для вас это просто возможность вот так вот лично со мной пообщаться, настроиться. Мне это в кайф, понимаете? Я этим занимаюсь, я сама настраиваюсь. Я говорю вам запросы, допустим, про замужество, а сама потом замуж выхожу. Про переезды вы меня спрашиваете. Я тоже переезжаю из другого города в Москву. Да, там, про популярность, про работу новую. Меня зовут на телеканалы. Я же это тоже, я в позитивном настрое вместе с вами. У вас желание сбывается, и у меня тоже. Всем хорошо, такой энергетический обмен. И у нас там только позитив, только все, настрой, заряд полный, поэтому мы на одной волне. Квартиру вы присылаете, да, там кто трех-четырехкомнатную купил. И я тоже. Все получается, все складывается вместе с вами. Добрый день. Приветствую всех, кто присоединился. Поэтому лучше найти работу после праздника. Так, это что такое за вопрос? Можно ли составлять карту желания на другого человека? Ну, нет, конечно. Если человеку это не нужно, у человека сбывается то, что он из себя представляет. Понимаете? И как бы вы ни хотели, что бы вы там, да, не загадывали про него, у этого человека другая вибрация. Но, если вы реально желаете, допустим, кому-то здоровья, да, то вы эту энергетику можете менять за счет себя. И говорить, слушай, я вижу, у тебя румянец там такой появился, ты стал гораздо лучше выглядеть, да. Или, допустим, я чувствую, что ты стал здоровее. Понимаете? Через себя. И этот человек будет реально думать так. Так во всех желаниях. В игре предселенной, опять же, часто я вспоминаю, да, потому что вы приходите туда, и у вас у всех разные запросы. И про здоровье, в том числе, и про других людей очень часто вы спрашиваете. И поэтому я вспоминаю, да, примеры оттуда. Деньги не главное в жизни, а то, кого не спроси, все просветство. Ну как, деньги не главное, но они очень важны в нашей жизни. Понимаете? Я Антону так и сказала, когда у него не было денег, мы познакомились, я хотела любви. Любовь получила. Денег Антон не зарабатывал. Не было у него денег. Я ему сказала, дорогой мой, деньги не важны. Я у него, это не значит, что я у него не просила подарков, не просила дорогих подарков. Я хочу. Я Лиля, я знаю, чего я хочу. Я хочу получить, да, я хочу кольцо с бриллиантом. Почему нет? Я хочу шуму. Почему я не хочу? Да, я хочу. А почему нет? У меня нет денег, да, допустим, он говорил. Я говорю, слушай, ну это не значит, что я буду отказываться от своих желаний. Живи с тем, с той мыслью, что я хочу это. Люди, кисточка у меня тут рядом. Что я хочу это. Нет денег, окей, я не требую от тебя сейчас. Может быть, потом или что-нибудь еще там случится, но просто знай, что я это хочу. Если у тебя нет денег, это не значит, что я должна отказаться от своих желаний. Я буду это продолжать хотеть. Я подожду, пока у тебя появится такая возможность. А вдруг она у тебя появится, а ты не знаешь, что мне надо. Понимаете? Поэтому ему потом становилось не очень комфортно. Он мне говорил, блин, я каждый день теперь думаю о том, что тебе надо это или это, а я не могу это позволить себе. Но это ему удавало силы. Это ему придавало силы. И он дарил другие подарки, допустим, духи за 15 тысяч рублей, допустим, за 11, да, там, со скидкой. Молекулы вот эти еще модненькие были 6 лет назад, но они сейчас тоже как классика, да. Он раз и подарил мне эти духи. То есть, если бы я не хотела и не озвучивала свои желания, чего я хочу, там, шубу, я не знаю, там, кольцо какое-нибудь или подвесочку там, да, с бриллиантиком, то у него бы... То есть, духи за 11 тысяч, это был максимально дорогущий подарок для него в тот момент. Но он понимал, что... И я понимала, и мне это было приятно, что он просто, ну, максимум выложился и купил вот эти духи, да. Подарок это, допустим, не за 100 тысяч, но там за 11, но это он выжился полностью. Вот это, это, да, я Антона всегда говорила, что нам, как бы, деньги не главное, любимый мой, все хорошо, у нас любовь, но они очень нам нужны. Любовь моя, очень нужны нам денежки, поэтому давай что-нибудь делать. Я такой человек, что я никогда не откажусь от своих желаний, я буду хотеть продолжать это, придет это через тебя, или, не знаю, ко мне придет какое-то предложение, я либо подарок, либо я выиграю, но я хочу это, я буду хотеть, и я тебе просто это озвучу. Я не буду тебе говорить, что мне нужна сковородка за полторы тысячи рублей, только потому, что у тебя сейчас денег только на сковородку. Я хочу это и вот это, понимаете? Но я не наседала на него, я не наседала и не закатывала истерику, я просто напоминала ему об этом. Очень часто. Вот. Зависает видео. Сейчас я промотаю столько комментариев, ничего себе. А мне тут стоит на одном. Да, очень хорошо озвучивать, что ты хочешь, все говорят. Так. Так, Лилия, только закончила играть «Привет, Вселенная», уже скучаю, когда «Привет, Любовь» будет. Знаете, я, наверное, оставлю ссылку. Есть же у нас «Привет, Деньги», «Привет, Любовь» и «Привет, Вселенная игра». Они все очень разные. Даже вот энергетически ты чувствуешь «Привет, Любовь» проходишь, и ты становишься… У тебя даже вот изменяется даже поведение твое, и приходит что-то в твою жизнь, да. «Любовь, Привет» — это не значит, что для тех, кто ищет свою Любовь, да. Это, в принципе, игра для того, чтобы полюбить себя. И когда себя… И реально эта игра помогает это сделать. И когда это чувство ты ощущаешь, что здесь внутри, ты другой. И поэтому другое приходит в твою жизнь. Ты меняешься. И меняется, начинается меняться вокруг тебя. «Игра «Привет, Деньги»» — это как раз про то, как успокоиться, расслабиться и принять денежную энергию, да, понимать, как ее управлять, как притягивать деньги, да. И там есть еще практика у нас, там, как там всякие талисманчики делаем. Это то, что я тоже делала и делаю. Медитация у нас там есть. Это тоже очень все помогает. Поэтому давайте, наверное, в сторис я оставлю ссылку на список игр. Вы просто смахнете, и у вас будет список «Привет, Любовь», «Привет, Деньги», «Привет, Вселенная». Они все в разное время можно получить. Любая там игра стоит 500 рублей. Опять же, просто цифра с потолка взятая, вот, минимальная, 500 рублей. Уже давно, полтора года назад. И она не меняется ни в связи с чем. Потому что просто символическая. Так, всегда хотела стать актрисой. Есть образование кукольника сейчас в декрете. Он в жантеатре никогда не работал, но очень хочу. Но страхи не... Не талантливо. Не возьмут. Или не смогу. Ой, ну вы посмотрите, у нас что, актеры есть, актеры есть, которые с образованием, есть вообще, которые не талантливые и без образования, и почему-то играют в кино, снимаются, да, играют там в театре. Они хотели больше, чем вы, видимо, раз попали туда. Понимаете? Поэтому никогда не думайте за кого-то, за что-то, там, не знаю, на собеседование. Идите, идите, и делайте. Не думайте за человека, возьмут, не возьмут. Блин, как мы любим все усложнять. Реально, мы очень любим все усложнять. Придумать за кого-то что-то. Меня не возьмут? Еще и причины найти, почему не возьмут. Ванга, что ли, я не знаю, ясновидящий. Ты что, пророк, я не знаю, ты что, все знаешь. Ну, если ты такой классный, ну, все знаешь, ну, давай придумай, как заработать миллиард. Не придумайте себе ничего. Пожалуйста, выкиньте это из головы. Уберите все свои блоки эти дурацкие. Выкиньте из головы все ненужное. Страхи – это только страхи. Это то, чего нет на самом деле. Вот это вдолбите себе в голову. Что страхи – это только страхи. Понимаете? Ой, это вот, я не знаю, что еще можно, допустим, привести в пример. Не знаю. Сейчас не приходит ничего в голову, да? Ну, реально, страхи – это что-то абстрактное. Это то, чего нет. Это ты себе придумал, надумал, и этого боишься. Смиритесь с тем, что если это случится, тогда я буду об этом думать. Вот, задавайте себе очень часто вопрос, зачем я вообще про это думаю? Зачем я вообще про это думаю? Этого нет. Этого нет. Зачем я про это думаю? Очень часто задавайте себе этот вопрос. Тарантино, он не заканчивал институтов, пишут в комментариях, и фильмы снимают. Человек хотел и делал. Стив Джобс папе своему хотел доказать, который сказал, что он там никчемный. Доказать хотел отцу, что я стою чего-то в этой жизни. Доказал. Так. Не могу забеременеть уже год. Опять же, нужно отпустить. Отпустить и сделать какие-то моментики, которые элементарно советуют врачи. Климат сменить, еще что-то. Но не ждать этого. Все случится самым лучшим образом, и тогда, когда нужно. Так. Толку нет. Все хорошо говорят. Надо думать всегда только о хорошем. Хочу петь. Спасибо. Ой. Перескакивает сообщение. Куда одевать потом бумажку с благодарностями? Соберите вот так. Я ее храню в своем, простите, нижнем белье. У меня есть просто шкафчик. Не знаю, почему там. Ну, просто говорю всегда, да, как есть. Правду, как оно есть на самом деле. Я пишу и вот открываю. И вот, ну, вроде как, наверное, для меня это что-то такое интимное. Я вот эту благодарность туда складываю, и вот оно у меня там лежит. И иногда могу помечтать и поблагодарить за то, чего, казалось бы, еще нет. Это очень важно делать в первые лунные сутки. И почему говорят, что у меня подруга есть, она говорит, Лиль, ты какая-то с космоса, нереальная. Что ты делаешь? Как ты это делаешь? Это вот та же Маша, которая с двумя детьми и спрашивала меня, как найти мужчину мечты. И в итоге потом нашла. Я говорю, слушай, ну, она говорит, ты как из космоса. Ну, вот посмотрите на человека, который не может привлекать желание в свою жизнь, у которого, допустим, проблемы, он об этом говорит. Да, он не делает такого. А я, допустим, из космоса, да, там, как многие там говорят и думают, я вот занимаюсь такими делами. Пишу благодарности, отпускаю, принимаю техника официанта, про которого я рассказывала, загадываю желание, да, вот как я веду образ жизни, как в игре «Привет вселенной». Я вам, в принципе, свой образ жизни передаю в этой игре «Привет вселенной». Вот, меня сейчас это озарило сейчас. Да, игра «Привет вселенной» — это мой образ жизни. Я просто вам его отдаю и корректирую, когда вы мне присылаете свои задания. Вот. Поэтому у вас тоже получается. Надо себе записать. А то многие часто спрашивают, что за игра «Привет вселенной», надо сказать. Видите, как полтора года вела игру и сейчас только одним предложением сформулировала. Поэтому как человек вот себя ведет, как он себя преподносит в обществе, как он настроен, так у него все и получается. Так все и срабатывает. Везунчики, они тоже не просто так. Потому что верят всегда в это и легко очень к этому относятся. Если хочешь сменить работу, но не понимаешь, куда двигаться, в какую отрасль. Стоит просто подумать о том, что найдешь именно свое. Вот менять работу ради того, чтобы просто поменять, наверное, не стоит. Нужно понимать все-таки, ну, работать там, где ты есть, пока ты все-таки не определился. Но это не мешает тебе уехать, допустим, в отпуск и посвятить свое время вот таким вот медитациям, опять же, да. Понять в этом предназначение. Разобраться, да, там в этом. Там, провести работу именно над этим. И уделить этому какое-то, да, время определенное свое. Но есть, конечно, варианты оставить работу и просто уехать куда-нибудь, да, там накопить, запланировать такую поездку. Все, ты уже без работы. Ты уже будешь что-то делать. Тебе уже ничего не держит. Но это для самых смелых. Это для самых смелых. Но, с другой стороны, что ты теряешь? Ты сможешь на такую работу, похожую на твою работу, устроиться, блин, через два дня. Но реально, ты какую работу теряешь-то? Надо посмотреть, какую работу ты теряешь. Менеджер, бухгалтер, юрист, да их везде требуются, они везде требуются. И если ты хороший специалист, тебя с руками и ногами оторгут. Найдешь другую, зато ты попробуешь. Но когда ты увольняешься и начинаешь пробовать и жить вот таким вот образом, то все, твоя жизнь уже меняется, и ты находишь свое предназначение, ты находишь новую работу и, скорее всего, уже там не становишься тем, кем был раньше. Вот, поэтому это ж так интересно. Это ж так интересно попробовать. Это так интересно. Ты всю жизнь живешь, и ты решил попробовать. Я всегда говорю, ну ты же не умрешь от этого. Господи, ты живешь среди людей. Ну, в крайнем случае, тебе подадут кусок хлеба на улице, если ты уж совсем просто без ничего остался с голым задом на улице. Ну, дадут тебе этот кусок хлеба, но ты не сдохнешь с голоду. Все, если ты не сдохни с голоду, можно пробовать. Понимаете? Вот так должно идти. Сейчас очень важное время перед Новым годом, поэтому обязательно разобраться в себе, поблагодарить, принять решение, пересмотреть свои аспекты, все аспекты своей жизни, наполниться силами, отдохнуть и оставить страхи. Вот это то, чем нужно заниматься сейчас до Нового года. Друзья, все возможно, я уверена, что вы сможете. Вот почему чувствую это. Лиля, правильно я сейчас сказала, что ты что-то теряешь. Работу продавца боюсь потерять, хотя это точно мое. И сами улыбаетесь, да. Но продавцы точно всегда везде нужны. И это точно не та работа, которую надо бояться потерять. Будете работать не в этом магазине, в другом. Так. Вдохновляюсь, мотивируюсь. Никак не могу начать действовать. Как быть, как активировать себя? А почему людям не становится страшно, что они пропустят драгоценные дни своей жизни, а может, даже и годы? Как не страшно не пробовать? Ты сидишь и не делаешь ничего. Да, хорошо вдохновляться. Да, хорошо. Но что меняется? Для чего ты вдохновляешься? Что по итогу меняется в твоей жизни? Либо ты не хочешь действительно ничего менять? Тебе все устраивает? Ну, просто у тебя настроение поднимается от такого вдохновения, да? Почему? Надо разбираться. Почему ты не хочешь или не можешь начать действовать? Почему? Почему? Если девушка это есть, еще ответьте, почему, вы не можете начать действовать. И вот с этим нужно бороться. Боюсь, значит, нужно страх побороться. Не хочу, значит, нужно понять, что заставит тебя это сделать, захотеть разбираться. Вот просто вот так вот сесть, почему, говорят, медитируют, да? Вот садятся просто вот. Или так, не знаю, кто как, да? Кто медитирует просто. И разбираются в себе. Копаются в себе. Ну, кто, если не ты сам в себе разберешься? Я, допустим, могу помочь, да, человеку. Вот опять же, участники игры приходят, да, мы с ними разбираемся. Им легче, это как толчок, да, и поэтому у них сбываются желания, да, там, или они переезжают куда-то, или цели, да, свои достигают. Потому что в себе разбираются. То есть это очень важный момент. Если ты хочешь что-то менять, нужно разобраться в себе обязательно. Когда начинается игра? Через две недели, 17 ноября. Мои хорошие, вы сразу в комментариях отвечаете. Мне можно вообще не отвечать по поводу игры, у меня уже участники все знают. И что на 500 рублей 17 ноября начинается. И про что? Молодцы. Семен, у нас просто звезда эфира. Семен, я вот смотрю, уже все вас знают. Вы молодец. Я, кстати, тоже знаю. У вас пять фотографий в вашем профиле. Почему-то одни селфи. И вы в Инстаграме как блогер, или вы в Инстаграме, наверное, для того, чтобы читать, да, и... Для того, чтобы читать, а не для того, чтобы писать, да? Семен, вы в конкурсе. Кстати, вы выиграли игру «Привет вселенная». Скоро начнется. Вас, видите, уже все знают. Так. Как попасть? Ну, действительно, редкая информация. Надо ее, наверное, почаще давать у себя в аккаунте. Сегодня я дам ссылку в сториз. Давайте так. Сегодня я дам ссылку в сториз. Вот сейчас прям после прямого эфира. Вот так, чтобы смахнуть, просто вы попадете и напишите имя свое, играю. Допустим, Семен, играю. Я вам отвечу. Я сама лично отвечаю всем. Поэтому я увижу ваше сообщение. И начнем 17 ноября. Блин, осталось минута 56 секунд. Опять мы с вами час проболтали и прошло просто как 3 секунды. В игру приходите сразу, потому что сейчас розыгрыши пока все закончились. Поэтому, чтобы успеть в игру прийти, приходите, по ссылочке проходите в сториз. Я ее сейчас выложу. И проходите. Потому что пока розыгрышей не будет. Их очень много просто было. Но розыгрыши зато будут среди лайков. Допустим, вчера бонусы пал на карту. Среди репостов всегда. Я даю вам, кстати, такую возможность. Давайте на этой минуте закончим. Мне очень нравится. Я люблю вас всех. Я вас всех вижу. И часто, кто пишет, допустим, либо комментарии, либо репосты, делает лайки, я вас тоже вижу. И мне хочется дарить вам, ну, тоже приятности. Я не знаю, что кроме денег можно и, допустим, игр своих подарить. Поэтому вот такие небольшие бонусы. Я помню, человек там, наверное, 10 по 300 рублей там послала. Раз, приятно, да. Допустим, 1000 рублей среди лайков выбрала. Очень часто такие конкурсы. У нас баллы набирают подписчики, кто пишет комментарии. Под каждым постом это определенное количество баллов. Короче, в актуальных сториз там есть правила, так скажем. История. Вот. Поэтому вот так вот мы с вами тоже развлекаемся, делаем. Но в игру обязательно приходите. Вот я просто удивлена, что есть люди, которые даже не знали про эту игру. И обязательно с вами познакомимся. Зарядимся, у вас тоже будут желания исполняться. Очень всех люблю. 15 секунд остается, видимо, на то, чтобы послать вам воздушный поцелуй. Выловите, и пусть желания ваши исполняются. Очень быстро и легко. Увидимся на страничке. Субтитры сделал DimaTorzok